МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с вами оказались не в джунглях, а в самом настоящем волшебном саду. В Даническом саду дворца детского и юношеского творчества. Сегодня мы расскажем о тех, кто увлекается комнатным растениеводством. Тогда люди впервые стали выращивать растения в домашних условиях, точно неизвестно. Некоторые историки считают, что это произошло с появлением цветочных горшков. Первые упоминания о них встречаются более 5000 лет назад в Китае. Считается, что растения в помещениях начали высаживать и разводить предводные лекари. Ведь им важно было всегда иметь под рукой целебные травы и цветы для лечения императора, его семьи и приближенных. В открытом грунте сберечь растения было непросто. К тому же император со свитой мог отправиться в поход или путешествие. Вот зеленую аптеку и стали перевозить следом за ним в специальных горшках и катках. Кстати, изображения горшичных растений встречались даже на фресках Египта. Известно, что зеленью в катках украшались греческие храмы, а римляне устраивали в помещениях даже небольшие искусственные садики с хитрой системой полива. Так что история комнатных цветов насчитывает не одну тысячу лет. Сейчас трудно найти квартиру или офис, в которой на окне не стояли бы зеленые друзья человека. Причем у всех свои любимцы. Колючие кактусы, плетущие селианы, прекрасные орхидеи радуют глаз в наших каменных джунглях. Конечно, изучать растения и правильно ухаживать за ними можно с помощью книг или мастер-классов в интернете. Но ведь гораздо интереснее открывать что-то новое вместе с единомышленниками. Для юных любителей комнатного цветоводства в Дворце детского и юношеского творчества Владимира уже более 25 лет существует уникальная площадка – живописный зимний сад. Здесь можно встретить более 300 видов и сортов комнатных растений, узнать их историю и секреты. Занятия объединения «Комнатное цветоводство» проходят в зимнем саду бесплатно. Записаться в кружок могут все желающие от 10 до 16 лет. Кто-то любит музыку, кто-то любит играть в шахматы, а кто-то любит разводить цветы. Это, мне кажется, врожденные англичан. Есть такое словосочетание «зеленые пальцы». Вот и есть что-то такое. Когда ребята к нам приходят, мы сразу понимаем, что это наш ученик. У нас есть дети и застенчивые, и есть гиперактивные. Но любви к цветам, все возрасты и все типы темперамента покорны. Ребята очень разные. Занятия длятся от полутора до двух с половиной часов. Проходят один-два раза в неделю. Здесь ребятам раскрывают секреты мира растений. От ухода и лечения болезней до уведения новых сортов. Ребята в основном занимаются практической работой. То есть уходом за растениями, за птицами, наблюдением, изучением. А уже потом потихонечку переходят к теоретическим исследованиям. И они начинают вести небольшую, свою собственную научную исследовательскую работу. Потом которую защищают на конференциях, на конкурсах. Это дает им возможность самореализации. В этом волшебном саду все время что-нибудь цветет или распускается. Комфортно здесь даже экзотическим растениям. Перед нами находится кофе. Его родина – это Эфиопия. А по преданию его обнаружили совершенно случайно пастухи. Вернее, даже их скот. Когда поели листьев этого растения, ночью разбредаются и не спят. Тогда пастухи попробовали сделать себе отвар. И тоже перестали засыпать. И караулили стадо. Сейчас вы можете видеть плоды кофе. В них находятся два семени. А еще воспитанники объединения исполняют роль экскурсоводов. Они знают названия и особенности всех растений коллекции. А вот как же стать экскурсоводом зимнего сада? Ну, во-первых, это должна быть сдержанность, как я полагаю. Чтобы не трястись, не выражать чрезмерные эмоции. Сдержанность, знание информации – это обязательно. Кстати, знание биологии пригодится ребятам и во взрослой жизни. Многие из выпускников объединения потом связывают свою профессию с сельским хозяйством, селекцией. Да и просто становятся чуткими и добрыми людьми, которые любят и понимают мир природы. Ведь, казалось бы, даже в привычных растениях можно увидеть что-то интересное. Как, например, в известной всем монстере – гости из тропических лесов. Когда-то итальяна пугала туземцев. Считалось, что она пожирает мелких животных и опасна для человека. К счастью, со временем стало понятно, что это не так. Это растение вообще из Южной Америки. Действительно на монстра похожи или такое красивое? Не, ну вообще, когда я первый раз увидела, мне показалось, похоже немного на след слона огромного. Кстати, учеными давно доказано, что растения очень чувствительны к окружающей атмосфере. Да и сами могут влиять на человека. Чем больше внимания и любви им уделяешь, тем лучше растут и радуют цветением. Я сюда вообще поступила, когда у меня еще не было собаки. И я хотела зачем-то хоть ухаживать. И вот это... хотела поливать, типа сажать, пересаживать. Как за ребенком, можно сказать. Каждому растению свой уход. Что-то погибнет от яркого света, а другое зачахнет в тени. Какие-то виды обожают влажный грунт, а некоторым частый полив противопоказан. Все знания приходят постепенно, на практике. Секреты цветоводства здесь передаются, что называется, из рук в руки. Света, например, недавно открыла для себя комнатный цветок герань. Яркая красавица частенько встречается на окнах жилых домов. Казалось бы, чего же в ней особенного? А вот что. У меня в руках пеларгония или герань. Расскажи, вот это все знают герань, да? Но не все знают, чем она хороша, чем интересна. Она, мне кажется, интересна тем, что ее можно высаживать как в домашних условиях, так и на открытом грунте. Она больше такое теплолюбивое растение, потому что она из Африки. Ее лучше потом на зиму высаживать обратно, да? Да, или можно взять только черенки или семена. Они бывают всяких малиновых, розовых оттенков, белых. Бывают такие, у которых даже 2-3 цвета в одном цветке. Я вот ей недавно стал увлекаться, где-то в феврале. И у меня дома около 20 черенков, которые уже в землю посажены, и около 10, которые еще в воде. Пожалуй, уход за растениями действительно выглядит как волшебное действие. Прямо как в одном известном фильме. И теперь запихивайте ее в другой горшок и присыпайте землей, чтобы она не замерзла. И пусть в отличие от волшебного мира, наши растения при пересадке ведут себя не так громко, но оживление этому зимнему саду добавляют пернатые обитатели. Они, кстати, с удовольствием дают интервью. Жаль, что птичьего языка мы не знаем. Кстати, традиция разводить птиц в искусственных садах появилась много лет назад. В разных странах мира модно было разводить экзотические растения в пернатых, придворных садах и домах знати. В этом саду живут птицы, которые уже привыкли к домашним условиям. У меня за спиной вот тут неразучники. Они масковые. Видите, какая у них на личике маска? Такого черного цвета. Ну, они такие яркие попугаи. Эти симпатяги всегда живут парами. Отсюда их название неразлучники. В неволе они могут прожить в среднем 7-15 лет. Главная задача для их хозяев – уделять питомцам побольше внимания. А ухаживать за ними нетрудно. Их не надо выгуливать. Просто насыпаем свежего корма там, а старую шелуху выкинул. Вот. И еще поилка. А это всеми любимые волнистые попугайчики. В зимнем саду они тоже живут парами. Здесь есть даже птички-альбиносы. Но белыми попугаями в кругу сородичей они себя совсем не чувствуют. Они очень болтливые, разговорчивые. Если повторять какой-то звук в речи часто, то они его запоминают. Они бывают разных цветов. Зеленые, голубые, желтые. Часто видно, что птичкам вешают мел. Да, вот для чего? Для кальция, чтобы не его грызли. Кстати, в условиях сада птицы даже приносят потомство. Это бывает довольно редко, но сразу становится настоящим праздником для хозяев. А это зебровые амадины. Птички семейства вьюрковых ткачиков. Любят жить стаями и невероятно подвижны. Их главное случайно не выпустить во время уборки в клетке или прогулки по саду. Питаются птицы специальным кормом, а ребята следят, чтобы их подопечным жилось хорошо. Так что в зимнем саду по-настоящему сказочная атмосфера. Щебечут птицы и распускаются цветы. Посмотрите, какое разноцветье. Здесь более 60 разных сортов фиалок. И каждая требует отдельного внимания, ухода и заботы. Если вам тоже захотелось узнать секреты этих капризных красавиц и секреты многих других замечательных растений, которые растут здесь, обязательно приходите и записывайтесь в кружок Дворца детского и юношеского творчества по комнатному растениеводству. И постигайте удивительный живой мир растений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова